Когда читаешь у Тургенева, что он говорит, больше войн уже не будет. Человек достигло такого уровня цивилизации и образованности, что образованный, грамотный человек не может воевать. Что мы сегодня видим? После Тургенева сколько войн было? И сегодня самые злостные зачинщики этих всех войн, это самые образованные нации. Когда дети маленьким дают право менять пол, и родители не могут запрещать. Чего государство это оплачивает? Это называется цивилизация. Это называется просвещенный мир. В Коране Аллах говорит, Аллах, пророк, научил вас тому, чего вы не знали и знать не можете. В начале, конец, или 19-20 век были веками преувеличенного внимания к знаниям. Знание – это очень ценная вещь. И люди вообще были уже, это расцвет знаний, как там, Ренессанс этот период называют, когда было много научных открытий, институты, университетов. До этого человечество было неграмотное. Повсеместно распространилась грамотность, знания, наука и так далее. И некоторые, которые преувеличивали значение знаний, думали, что знания, которые приобретает человек, изобретает, что они заменяют нам все, и религию, и все, больше нам ничего не нужно. Когда читаешь у Тургенева, что он говорит, больше войн уже не будет. Человек достигла такого уровня цивилизации и образованности, что, ну, как образованный, грамотный человек не может воевать. Что мы сегодня видим? А? После Тургенева сколько войн было? И сегодня самые злостные зачинщики этих всех войн – эти самые образованные нации. Запад. Они являются главными варварами, агрессорами, колониалистами и 19-е, и 20-е, и 21-е. Самая прозвитая страна Америка, она все время на кого-то нападает, все время кого-то бомбит, уничтожает. У них нет времени, когда они на кого-то не нападают. Да? Вы же видели. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия. Везде они, вот, та же Англия. Вот этот период своего развития все время кого-то грабили, с кем-то воевали. Франция, просвещенная Франция, Вольтера. И в тот же период они все время куда-то шли, грабили, убивали и резали. О чем это говорит, дорогие братья? Образование, знания человеческие, без знаний и данных Аллахом, Субханава Таля, человека не оберегают ни от чего. Мы сегодня видим самую просвещенную часть человечества, сегодня самая заблудшая в вопросах духовности и имбовственности. Уже сегодня нет грехов, которые они не делают. Понимаете? Варвары. Вчера ролик одни скинули, человек поменял свой пол, отец просто рыдает. Старый человек плачет, рыдает. Просто видно, как человек убил сына его, морально. Это достижение современного западного цивилизованного мира. Дети маленьким дают право менять пол, и родители не могут запрещать. Чего? Государство это оплачивает. Это называется цивилизация. Это называется просвещенными. В Коране Аллах, Субханава Таля, говорит, «Ва ю'аллиму кум ма лам такуну та'ламу». Аллах, пророк, научил вас тому, чего вы не знали и знать не можете. И духовность, и нравственность, и мораль сохранили только верующие, соблюдающие мусульмане. У них это все есть. И духовность есть. Вы видели на праздничную молитву в Москве? В какой конфессии сегодня столько людей идут молиться? А? Ни в одной нет. Вы видели? Миллионы людей пришли на улицы, в снегу, при снеге, при дожде, люди молятся. Умма Мухаммада, Салли Аллаху Алейху Салли. И заслуги в этом пророка Мухаммада, Салли Аллаху Алейху Салли. Он научил нас. Он воспитал нас. Понимаете? Не думайте, это мы такие красавчики. Что мы сохранили честь, достоинство, прекрасное качество, значит, оправданную ревность. У них нет этого. У них ревность на уровне свиньи. Понимаете? У других народов. Мы не говорим, что мы лучше. Нет. Но мы имеем счастье следовать пути человека, который оставил знания, которые ничем заменить нельзя. Ни наукой, ни академиями, ничем. Он дал очень таким простым языком, очень просто указал путь, который спасает человека и на том, и на том свете. Субтитры создавал DimaTorzok